Я поставила на запись, мы с вами продолжаем затрагивать очень важную тему. И сначала я хотела вам задать вопрос. Скажите, возникает ли у вас мысль о том, что создание личного товарооборота это всегда связано с большими продажами, с закупами продукции, которую вы просто не будете знать, куда со временем делать. Возможно, кто-то присоединился к компании, когда у него был запас каких-то денежных средств. И вы думаете, вот сейчас я вот прям закуплюсь, сделаю квалификацию и будет мне счастье. Только я прошу отвечать честно и искренне, потому что моя задача сегодня донести вам доступно и просто как можно достичь результата без вот этих вот лишних усложнений процесса. Почему я вам задаю такой вопрос, пока вы пишете? Потому что на самом деле у меня был опыт развития в одной компании. Это больше была компания прямых продаж, где действительно достижение квалификации, оно было через очень большие личные закупки. И когда я поняла всю прелесть системы MLM продвижения, о чём мы сегодня с вами будем говорить на протяжении часа, это точно, потому что сказать мне нужно очень многого, я просто начала, у меня глаза открылись, я увидела, в какой геометрической прогрессии, во-первых, может расти бизнес, во-вторых, я просто начала реально спать спокойно, когда тебя ничего не тянет, когда тебе не нужно делать больших товарных закупок. И когда ты чётко понимаешь, что это бизнес, который приносит деньги. Ведь если вы сегодня пришли на это обучение, значит, вы пришли с целью построения бизнеса, правильно? Поставьте пятёрки, кто пришёл в Армель ради построения стабильной, постоянно действующей структуры, а не раз бы выполнил квалификацию и сказал, «Ну, это не работает, это всё фигня, и в очередной раз я разочаровываюсь». Так, Артём, Пятёрка, Людмила, Екатерина, Надия, отлично, отлично. Вижу, что многие пришли с целью дохода, это очень классно. Уверена, что многие просто ещё не все могут писать в чате, возможно, с какими-то семейными делами, сегодня суббота. Но, в принципе, спасибо вам за обратную связь, так вы мне не ответили на главный вопрос. Были ли у кого-то такие мысли, что создание личного товарного оборота – это всегда связано с большими личными продажами. И у вас возникало чувство сомнения и страха, сможете ли вы это, потому что вы не любите продавать. Вот я скажу честно, я не люблю продавать. Я терпеть не могу кому-то что-то навязывать. И самое интересное, что та система, которая есть в компании, вообще, в принципе, когда вы поймёте суть MLM бизнеса, это не надо много продавать. Так, нет, не было, Енина Алексея пишет, у меня не было. Слушайте, отлично, у меня сначала были мысли, но как вступил, понял, что почём. Отлично, очень рада, что мы с вами друг друга понимаем, и у вас есть уже чёткие правильные понятия. И тогда мы с вами рассмотрим конкретные инструменты, что будет позволять вам всегда создавать хороший, стабильный личный товарный оборот. Вот нет, не было, Екатерина тоже пишет. Это здорово, что у вас сразу не было таких неправильных убеждений. Итак, смотрите, чтобы вам было сегодня... буду давать, а её будет достаточно много. Я сделала такую схемку, что, в принципе, вот алгоритм, да, где мы, в принципе, можем брать 100 баллов. Я буду акцент строить в процессе своё обучение именно на 100 баллах, потому что именно цифра 100 в результате моего пути дала мне понимание, что вот если я умею делать 100 баллов, и мне достаточно, в принципе, иметь 3-4 партнёров активных, да, которые тоже будут делать 100 баллов, а это уже 6%. И если вот эту дубликацию запустить, то бизнес растёт просто в геометрической прогрессии. Да, конечно, я сразу сделаю оговорку, что не все, не каждый первый человек, который будет приходить к вам в структуру, он будет сразу делать 100 баллов, потому что люди будут кто-то присматриваться, кто-то что-то пробовать, кому-то, возможно, что-то не понравится. Это тоже нормально. Поэтому здесь всегда действует статистика больших цифр, но в целом, если вы будете понимать, что вот вы и достаточно 3-5 человек, которые вас дублицируют на 100 баллов, то всё, это просто, знаете, вот такой тайфун большой, который захлестнёт вашу структуру и пойдёт всё-всё-всё в гору. Так, итак, где же мы, в принципе, берём? Смотрите, первое – это, конечно же, с чего мы начинаем, это мы меняем свой обычный магазин, где мы привыкли покупать вещи, на свой собственный интернет-магазин. Почему делаю на этом акцент? Потому что, ну, как бы это ни звучало странно, я сталкивалась, когда в своей структуре, да, когда мы запускали командные свои марафоны, и, допустим, было задание там написать видеоотзыв о конкретном продукте или там рассказать о конкретном продукте, причём это были обычные продукты, которые мы пользуемся в повседневной жизни. Ну, например, там, я не знаю, дневной крем или, к примеру, там, гель для душа или ещё что-то, аромат какой-то. А партнёры, которые находились, ну, это даже были не новички, это люди, которые находились в сети там от полугода до года, писали мне, а у меня нет этой продукции. И здесь меня просто посещал вопрос, ребят, стоп, а как у вас не может быть, может быть вообще такая ситуация возникнуть, что у вас нет продукции, если вы как предприниматель открыли свой собственный магазин, а покупаете у конкурента. Вот уже здесь, да, неувязочкой, всегда люблю приводить пример, допустим, с ресторанным бизнесом. Вы открыли ресторан и приглашаете туда людей, давайте идёмте к нам делать банкеты, кушать и так далее, а сами ходите в соседний ресторан через дорогу. Пойдут ли к вам люди вопрос, да? Вот то же самое происходит у нас. Первое, что мы делаем, мы просто всё со своих полок убираем из дома, всё, что было, и покупаем. Сейчас мы с вами переживаем такой классный момент, когда запущен долгосрочный марафон именно от компании, и есть классная возможность каждый месяц встречать какие-то интересные акции, которые поддерживают вас, которые поддерживают ваших дистрибьюторов, которые пришли как клиенты в виде акций. Ведь вспомните ситуацию, когда вы заходите в какой-то вам привычный, пусть даже продуктовый магазин, и видите, например, акцию, ну вот что мне сейчас приходит в голову, допустим, там сливочное масло, всегда оно стоит 100 рублей, а сейчас акция 70 рублей. Какая мысль у вас возникает? Я же всё равно это масло покупаю каждый месяц, так я лучше сейчас куплю себе несколько пачек, потом просто не буду покупать. Почему? Потому что это выгодно. И очень часто в магазинах бывают акции 2 плюс 1, 3 плюс 1 и так далее. И иногда мы совершаем покупки не потому, что это нам вот по зарез сегодня нужно, а потому что это выгодно. Так вот, с позиции предпринимательства я призываю вас тоже сделать акцент, когда компания проводит вот такие промоушены, такие акции, подходить это с позиции предпринимательства, ведь вы же этим продуктом пользуетесь, вы же продвигаете этот бренд, то есть либо вы его используете сами, либо вы его всё равно, но продадите, потому что вы делаете действие, то есть используйте этот инструмент и не думайте, что это там большая перезатарка и так далее, да. То есть в рамках, всё, что в рамках 100 баллов, это то, что нужно для вашего бизнеса. Окей? Договорились? Дайте мне обратную связь. Как вы меня понимаете, поставьте плюсики, кто за мной согласен, чтобы я понимала, что мы с вами на одной волне, и всё хорошо со звуком, и мы будем двигаться дальше. Плюс. Отлично, Артём. Всё, супер. Супер. Следующий момент. Конечно, что нам помогает создавать товарооборот? Это ведение переговоров, когда мы предлагаем людям возможность присоединиться к бизнесу, попробовать продукт, стать клиентом и так далее. Вот сразу скажу, тему переговоров мы сегодня не касаемся, потому что это отдельный большой блок, который требует прям досконального разбора. Но я знаю, что в рамках субботних школ эти темы уже были и будут ещё не раз, поэтому этих тем обязательно коснёмся. У кого какие будут вопросы, обращайтесь к вашему непосредственному наставнику, вам обязательно разъяснят. Третий момент. Это тоже такой блок, который касается работы с отзывами, с рекомендациями и так далее. Об этом сегодня поговорим. Следующий момент – это ведение клиентского чата. И вот здесь сегодня я остановлюсь подробно, потому что недавно мне предложили участвовать в виде эксперта в одной из ярмарк на диване, так называлось это мероприятие, которое впоследствии формировало как раз-таки вот такой вот клиентский чат. Могу сказать, что я здесь не имею вот ещё стопроцентного результата, потому что я только-только начала этим заниматься сама, но в этом моменте я вижу большую перспективу, и поэтому считаю, что это нужно пробовать. И теми вот теоретическими знаниями, навыками, которые получила сама и которые тоже дали мне, обязательно с вами сегодня поделюсь. Поэтому возьмите листочки, ручки, есть что записать. Следующий момент – это, естественно, проведение презентации мастер-классов. Это тоже то мероприятие, которое всегда даёт вам присоединение новых людей. Люди узнают о продукте, пользуются, пробуют и так далее. Следующий момент – это работа с анкетами, визитками, различными промо-кейсиками маленькими. Это тоже, что вам даёт расширение всегда клиентской базы. И ещё один пункт, который я сегодня просто не могу затронуть – это работа по бартеру. Это очень интересно, и я прямо приготовила тоже отдельные слайды. Этой темой немножко коснулся на брифинге Артём Тимофеев, и я видела, какой живой интерес проявляют партнёры, поэтому сегодня этого момента мы коснёмся немножечко угрубленно. Поэтому, смотрите, сегодня план такой, что мы, в принципе, в целом уясняем себе, что такое 100 баллов, зачем это нужно, и как его просто делать. Касаемся работы клиентских чатов и работаем по бартеру. То есть это, возможно, будет такой новый виток, и вы узнаете, как можно постоянно привлекать к себе новых людей. Друзья, вам со мной интересно? Дайте обратную связь, у кого прям, вот знаете, руки зачесались, ножки застучали, кто хочет прям вот поглотить всю информацию на 100%. Супер! Артём, вы очень, вижу прям эмоционально тоже на своей волне, за монитором компьютера, но ваша энергия, она прям вот прёт, я могу сказать. Вот, это очень классно. Так, двигаемся дальше. У меня сегодня для вас 35 слайдов. Я предупреждала, что будет жарко. Итак, с чего начинается наш бизнес? Всё начинается у нас с вами с головы. И здесь, когда есть ответ на вопрос, всегда мы знаем, что нужно делать. Вот, если мы не знаем, как пригласить человека на встречу, всегда задайте вопрос, а что я хочу от этой встречи? Если вы хотите себе партнёра, вы составите своё приглашение таким образом, что вы человеку сделаете бизнес-предложение, да, пригласите его на бизнес-встречу. Если вы хотите получить клиента, вы его пригласите, ну, элементарно там, напопить кофе и так далее. Кстати, если мы уж заговорили о кофе, могу сказать, что вот этот продукт был со мной на протяжении всей поездки по Краснодарскому краю и Крыму. И вчера, когда я записывала видео приглашение, вам сказала, что нам пришлось заезжать кофе с Артёмом. Кстати, Артёму большое спасибо, что всё своевременно было. И мы смогли взять ещё 4 коробки кофе, хотя я брала 2 или 3 коробки, ну, с учётом, что будем пить сами и частично на проведение встреч. И могу сказать, что на буквально 5-7 день нашего путешествия кофе начало просто вот испаряться, и я поняла, что я просто взяла мало. Так вот, я хочу сказать, что просто люди очень адекватно реагируют на предложение попить вместе кофе. То есть мы очень много знакомились с различными людьми, потому что останавливались и в кемпингах, и в гостиницах. И когда я делала покупки, я всегда спрашивала там, а чем вы занимаетесь зимой, например, да, когда у вас не сезон. И я говорила, а я занимаюсь кофе. Давайте мы с вами договоримся о встрече и попьём кофе. И вот именно вот этот инструмент дал возможность законтактировать с большим количеством людей, которые, я уверена, со временем будут либо клиентами, либо партнёрами. Но, конечно, на это нужно время. И все вот эти вот советы, которые будут сегодня в следующих слайдах, это как раз-таки вот работа, которая будет вестись мною и с теми людьми, с которыми мы познакомились. И, кстати, мне говорили, что вот, допустим, в Краснодарском крае люди вот какие-то особенные, там вот невозможно строить бизнес, все неадекватно реагируют. Ребят, адекватно реагируют. Люди абсолютно одинаковые везде, в любых городах. В любом городе может встретиться человек-негативщик, в любом городе может встретиться человек, который в поиске, который открыт к общению и так далее. Вот вообще, вообще не вижу проблемы. Мне было даже интересно. Мне конкретно говорили про Анапу, что в Анапе невозможно строить бизнес, там вот какие-то не такие люди. Я проверила это на собственном опыте. В Анапе отличные открытые люди, и мы даже нашли уже там активного партнёра, и уже с ним во время отпуска проводили встречи с его контактами. Просто открывайте почаще рот, берите с собой вот такой классный продукт. Не было ни одного человека, который бы не захотел попить кофе. Понимаете? Вот. Привет из солнечного Казахстана. Привет. Очень рада, что вы сегодня присоединились к нам в командной работе. Итак, первый вопрос, который вы себе задаёте – «Зачем мне Армель?» И вот когда вы найдёте ответ хотя бы на 10 небольших пунктов, на следующем слайде различные вопросы, вы можете для себя найти те, которые вам интересны. Но я максимально составила то, что может возникнуть. Смотрите, элементарно. Может быть, вы или ваш партнёр забыл логин, он не может войти в кабинет. Без этого вы не сможете сделать личную активность. Правда же? То есть это всё вот тонкой нитью связано. Умеете ли вы давать ссылку для регистрации? Потому что я люблю масштабировать бизнес, и я люблю строить структуру в разных городах и странах. И сегодня с помощью крутейшего нашего инструмента в виде личного кабинета обновлённого это делать, ну, просто в удовольствие. То есть ответьте себе на вопрос, а как я буду регистрировать моего будущего партнёра? А какие виды активации сегодня есть? С этим нужно обязательно разобраться. Где найти ссылку на электронный каталог? Как установить приложение Армель? Допустим, в чём отличие бизнес-пака от сервисного центра? То есть это элементарные вопросы, которые вам помогут начать делать первые правильные шаги и которые помогут делать, ну, начать себя, да, начать делать свой личный товарный оборот. То есть, ну, не буду вам читать все вопросы, потому что смотрю на часы, время очень быстро бежит, а у меня есть ещё очень много, что вам сказать. Поэтому вы понимаете, да, что моя цель – донести до вас, что всё изначально складывается в голове. Когда вы чётко понимаете, для чего вы это делаете, и почему именно цифра 100 баллов, что она вам даёт, у вас сразу появляется осознание процесса, вы начинаете включаться правильно, и когда у вас есть чёткий вопрос, приходит чёткий ответ. Вот, поэтому начинаем с правильных моментов, да. Очень важно тем, кто только-только присоединяется в компанию, либо, возможно, присоединился, но какое-то время был неактивен, так что-то у меня не загружается следующий слайд, сейчас, секунду, подписаться на основные официальные источники в компании. То есть откуда вы, в принципе, будете тоже черпать информацию, откуда её черпаем мы, потому что я всегда привыкла доверять официальным источникам, не каким-то слухам, что «Ой, а вот, вот в Армель там то-то, то-то». Элементарно заходим на официальную страницу, либо в Инстаграм, либо группу ВКонтакте, и очень классный инструмент – это официальный канал YouTube-компании, где очень много роликов как о продукции, так интервью с лидерами, интервью с руководством. И это сделано всё очень в классном качестве, в классном формате. И, соответственно, вы всегда можете этими видео тоже делиться в работе с вашими потенциальными партнёрами, клиентами. Так, вот Вера написала «Не получается». Вера, не совсем поняла, что у вас не получается. Так, двигаемся дальше. Уже на все подписаны каналы. Отлично, Екатерина, вы большая, молодец. Так. Следующая, да, стопроцентный потребитель. Чтобы быть… А, регистрация людей не получается. Ну, давайте сначала сегодня затронем тему создания личного товарного оборота, и когда вы научитесь делать этот шаг, потому что, ну, на самом деле, от него очень много зависит. Элементарно вы можете порекомендовать любую продукцию. Вот, кстати, напишите, пожалуйста, кто каким количеством ассортимента на сегодняшний день пользуется, кто является стопроцентным потребителем, а кто, может быть, является потребителем на 10%. Вот я могу сказать за себя, на сегодняшний день нет такого наименования в компании, которое бы я не попробовала. Ну, за исключением, может быть, там разных ароматов гелий для душа, хотя, скорее всего, тоже все уже на протяжении сотрудничества с компанией уже все перепробовано. Смотрите, еще какой важный момент. Когда вы пользуетесь всей продукцией, вы пользуетесь косметикой, вы выглядите на все 100. Вы пользуетесь парфюмерией, от вас пахнет на все 100. Вот буквально вчера я ездила к клиентке, и она мне, кстати, до этого говорила, когда вышли 7 вот этих наших новых ароматов, в том числе 163 ароматы, я ей предложила, говорю, слушай, сейчас такой большой спрос на этот аромат, давай встретимся, я тебе его дам продегустировать. Она говорит, ой, это в стиле наркотик? Нет, он мне так надоел, так надоел, не хочу. Окей, не хочешь, не хочешь. А вчера я приезжаю к ней, и на мне как раз был 163 аромат. И она спрашивает, ой, а что за от тебя такой приятный запах? Что за аромат? Я говорю, а это, кстати, тот аромат, который тебе вот очень сильно надоел, это армель 163. Все, у человека уже тоже возникает желание, она уже вот, в общем-то, и хочет его попробовать. Да, вам делают комплименты, вас замечают и так далее. Вы всегда можете, то есть прежде чем что-то предложить, нужно на 100% изучить продукт самой. Если что-то в компании появляется, допустим, сейчас вышли обновленные крема, первым делом, что мы делаем? Берем себе, пробуем, тестируем, записываем видеоотзывы, да, и я всегда беру себе, семью и родителям, да, то есть мне важно сразу создать, получить обратную реакцию отзыва, и потом уже спокойно вы можете показывать своим клиентам, да, делиться результатом. На этот результат приходят люди, потому что они видят изменения, они хотят так же, как вы, да, и отзывы собирайте, отзывы тоже всегда работают. Потом вы как предприниматель всегда видите выгоду, да, то есть вот мы уже коснулись темы акций. Вот сейчас есть три шикарных акции. Я акции по ароматам воспользовалась дважды, потому что я понимаю, что либо я себе беру аромат в подарок и пользуюсь им с удовольствием, или пускаю его в работу. И по статистике, вот вы взяли аромат, да, вы из 100 пшиков 20 человек захотят именно тот аромат, который вы пшикнули. И это статистика, которая работает. Так, отвлекусь немножечко на чат. И полотенце, и кружки дома. Да, я 100% потребитель. Это круто. Но уверена, что есть такие партнеры, да, которые еще не все попробовали. Поэтому смело пробуйте разные направления. Это питание, кофе, экопродукция для дома. Вот если касательно экопродукции, да, вот кто-то говорит, что лето – это не сезон, это спад продаж. Ребята, у меня лето лично, вот мое ЛТО, оно начинает зашкаливать. Почему? Потому что, во-первых, лето – это всегда, говорят, маленькая жизнь, это новые знакомства, это всегда расширение, да, клиентской базы. Плюс летом часто мы выезжаем за город. Вот лично наша семья, она всегда летом живет на даче. Вот откуда, кстати, сегодня я провожу обучение. Видите, бизнес можно делать везде, где угодно. Главное, чтобы был интернет, потому что в Крыму и в Краснодарском крае с этим была загвоздка. Гвоздка, вот, и все, что у меня есть дома, оно остается дома. А на даче же мы тоже, мы моем посуду, мы мыстираем, мы там моемся и так далее. И мой личный товарный оборот, он взрастает в разы. Вот понимаете? То есть что вам дает личное пользование? А ведь если растет ваш личный товарный оборот, и растет и ваш доход. Есть новый клиент, знакомство на море. Отлично, Татьяна, это очень здорово. То есть когда Армель – это стиль вашей жизни, это вообще, это прекрасно. Так, и когда у вас есть вся продукция, вы абсолютно легко и просто можете везде показать то, чем вы пользуетесь, от чего вы получаете результат. Лично я в путешествия брала нашу армелевскую сумку. У меня там были все средства для личной гигиены. То есть это были там и косметика, и уход за лицом, и гели для душа. И всегда очень легко, мы перемещались очень много, активно я всегда с собой брала эту сумочку. И всегда мне было, что показать и рассказать людям. Поэтому первое, что вы должны уяснить, что быть стопроцентным потребителем – это в первую очередь выгодно для вас как потребителя, потому что вы экономите деньги, вы пользуетесь классным продуктом. И второй момент очень важный. Стопроцентным потребителям очень выгодно быть с позиции бизнеса, потому что это ваша витрина, это ваша личная убежденность. И если вам человек говорит, что, например, гель для души ваш не стирает, к примеру, не отстирывает, я всегда могу сказать, стоп, подожди, давай разберёмся. Возможно, я там неправильно использовала и так далее, потому что я стираю, и я получаю классный результат. Вот, кстати, о теме экопродукции. Конечно, вот экопродукцию с собой в путешествия не брала, и останавливались, да, и в гостиницах, где приходилось пользоваться услугой стиркой. Но когда мы вернулись домой, и я все вещи перестирала с нашим гелем и кондиционером, у меня даже супруг сказал, слушай, какой родной запах. Вот действительно такой родной запах, ощущение мягкости белья – это просто непередаваемо. Поэтому, кто ещё этим не пользуется, обязательно берите на вооружение. Да, гель нравится даже мужчинам. Смотрите, зачем делать ещё 100 баллов? Давайте вот тоже немножко подытожим этот пункт. Как я уже говорила, 100 баллов – это фундамент вашего бизнеса. То есть вот когда я приходила 4 года назад в компанию, у нас была такая первая квалификация 3%, и она как раз была 100 баллов. И вот я старалась тех людей, которые говорили, что я хочу здесь деньги зарабатывать, мы делали акцент на том, чтобы в первый месяц закрыть квалификацию 3%. Это как раз сегодняшние 100 баллов, о которых мы с вами говорим. И когда в первый месяц у меня, по-моему, закрыло… Не помню точно число, но человек 10 из 26, которые я оформила в первый месяц, представляете, 10 человек, они повторили меня и сделали квалификацию 3%. А на следующий месяц уже их люди сделали 3% квалификацию, они, соответственно, 6% и так далее. И вот этот геометрический процесс, он пошел и идет до сих пор сегодня. Если вы сами научились создавать товарооборот 100 баллов, вы сможете научить этому команду. Представьте, у вас есть тысяча партнеров, которые делают по 100 баллов. Ежемесячно этот товарооборот 100 тысяч баллов. Это даже переведите на квалификацию, у кого с математикой хорошо, пишите. Либо у вас те же тысячи партнеров, которые делают, например, по 35 баллов, а это уже товарооборот 35 тысяч баллов. Причем время на запуск и объяснение человеку вы уверенно затратите такое же. То есть вам смысл донести суть, вот в чем сегодня разбираемся мы, почему 100, почему нужно делать само, почему нужно пользоваться 100% продукцией. То есть времени и сил вы затратите одинаково, но итоговый групповой товарооборот, смотрите, он в разы больше. Соответственно, вы сами выбираете темп, скорость, правильность действий. Это зависит только от вас. Но если у вас сегодня отложится это в голове, в вашем понимании, и вы примените это на практике, вы просто увидите разницу цифр, и вам захочется еще больше. Согласны? Поставьте, пожалуйста, пятерки, кто эту информацию принимает и будет делать на 5 с плюсом. Вот, и мы двигаемся дальше. Ух ты, сколько у нас отличников! Супер! 5 с плюсом! Супер! Следующий слайд, он такой вам в помощь, как можно делать 100 баллов. Разделите эти баллы на личное потребление и немножко продаж. То есть когда вы пользуетесь продуктом сами, и когда вы начинаете просто искренне рекомендовать своим родным, близким, вы переводите просто их на потребление, как вот пример там с маслом, да, увидели скидку, конечно, я скажу, позвоню там маме, семье брата, что вот в таком-то магазине скидка, вы же масло кушаете, то же самое с нашей продукцией. Классный продукт по низкой цене. Здорово! То есть постепенно переводим всех родственников. В подарке мы делаем своей продукции, да, и остается, допустим, ну, какое-то определенное количество баллов, которые волей-неволей, вот когда вы начнете говорить о компании, о продукте, у вас, хотите вы этого или нет, но у вас будут клиенты. Так вот, определенную часть баллов, это закладывается уже на ваши продажи. Плюс, смотрите, я четко помню, что я записывала как-то видео, оно есть на моем YouTube-канале, я прям вот расписала 100 баллов именно на личном потреблении, я не брала продажи. Вот я просто начала от головы, что нам нужно, да, допустим, там, шампунь кондиционер нужен? Нужен. Это без, там, дополнительных масок, там, спреев 10 в одном, это в то время не было. Дальше, там, умываемся, да, чистим зубы, да, моемся, гель нужен? И вот таким образом я расписала, что нужно, в принципе, человеку в повседневной жизни. Вы знаете, было гораздо больше, чем 100 баллов. Ну, понятно, что некоторые продукты за месяц не окончаются, но, в принципе, вот, если брать, часть товарного оборота уходит на ежемесячное ваше потребление, согласны, что у всех есть такой раздел в семейном бюджете, как, там, допустим, бытовые нужды, и это есть каждый месяц, хотим мы или нет. Поэтому, опять же, если вы грамотно, рационально покупаете из своего магазина, это дает вам определенный приток личного товарного оборота, и вы то же самое учите делать своих партнеров. Двигаюсь по следующим слайдам быстро, потому что основное, что я хотела сказать, это все-таки конкретные скрипты по работе с людьми. Что вам нужно для... Какие инструменты для работы? Это понятно, что у вас всегда должна быть папка с пробниками, чтобы показать, подобрать, да, человеку. Анкеты, опросники, блоттеры, различные маленькие бьюти-боксы, я люблю использовать такие пластиковые есть конверстики, да, я туда кладу анкетку, несколько пробников ароматов, и это тоже инструмент, который всегда дает возможность к расширению списка ваших потенциальных клиентов. Это инструменты касательно для того, чтобы у вас уже совершались продажи, да, вот, ну, поясню вам. Следующий момент, что нам нужно понимать... Так, секунду, сейчас слайдик загрузится. Для продаж, что нам с вами необходимо? Опять же, тема продаж, это тема отдельная, и есть по ней отдельные школы, но, в принципе, все, что вам нужно, это, опять же, знание продукта, то есть вы не научитесь продавать без определенного навыка продукции, да, а это непосредственно связано с пользованием продукта. Вот Батагус пишет, а где можно анкеты посмотреть? Батагус, они есть в личном кабинете, в разделе файлы, прям вот эти опросники, они у нас размещены, их можно скачать, распечатать и использовать в работе с клиентами. Вот, если будут вопросы, где еще найти, прям пишите мне сегодня в личку, я подскажу. Батагус – это мой партнер, вот поэтому я так уверенно говорю, что обращайтесь ко мне. Вообще, всегда по всем вопросам обращайтесь к вашим вышестоящим наставникам. А еще одну анкету Алексей скинет в чаты. Енин, спасибо огромное, будем ждать, потому что опытом делиться всегда классно. У меня тоже были первые анкеты, которые я разрабатывала сама, потом я даже свою анкету скидывала в компанию, и вот как бы на основании опыта лидерского состава всегда можно прийти к тому формату, который удобен вам. Вот, что еще при продажах важно? Естественно, ваш настрой, ваш внешний вид, и, конечно, это работа с клиентом, то есть нужно отвечать на запрос. То есть если человеку, допустим, не нужен, я не знаю, спортивный мяч, он ему не нужен, всегда понимайте, что человеку предложить. То есть сначала нужно выявить потребность, а потом это... А потребность можно выявить в простой ненавязчивой беседе за чашечкой кофе и потом уже предложить то, что конкретно ему нужно. Опять же, по этому моменту двигаюсь очень быстро, почему-то время сегодня летит просто неумолимо быстро. Я боюсь, что я в час не уложусь, но постараюсь сделать максимально быстро и эффективно. Но все интересное, оно еще вот впереди. Итак, что дает тебе быть стопроцентным потребителем? Убежденность в качестве продукции. Вы всегда сможете проработать любые возражения. Это ваш личный опыт, ваши личные истории. Снимайте свои истории. Когда вы снимаете сторис своими руками, пусть вы даже не показываете лицо по каким-то причинам, ну, не знаю, стесняетесь, еще не готовы, но за кадром ваш голос и в кадре вашей руки, это уже о многом говорит. Потому что, когда вы размещаете какого-то другого человека, это тоже хорошо. Но у человека всегда возникает вопрос, это же не она пользуется, наверное, она мне что-то хочет впихнуть или продать. И вот таким образом появляется чувство негативное, когда мы начинаем работать с продажами. А когда вы это делаете через свой собственный опыт, вот это начинает приносить кайф. Вот. Спасибо большое, что вы пишете, что меня очень здорово слушать больше часа. Спасибо. Просто я всегда понимаю, что время – это самый ценный ресурс, учитывая, что сегодня суббота, но тем не менее. Спасибо. И, конечно, личное, да, стопроцентное потребление – это всегда стабильный, ежемесячный товарный оборот. Так. Сейчас загружается следующий слайд. Почему-то слайды не все быстро грузятся, не пойму, почему. Итак, я обещала дать вам сегодня отдельный такой интересный блок – это работа с клиентскими чатами. Это непосредственно связано с расширением, с нетворкингом, со знакомством с людьми. Так вот, вы с человеком познакомились, кофе выпили, и, допустим, либо сразу бизнес-предложение не сделали, да, может быть, у человека не было времени, либо просто кефи кофе. Человекам нужно дальше поддерживать отношения, да, и вот такие вот клиентские чаты как раз работа на долгосрочную перспективу. Как я вам уже говорила, несколько месяцев назад я уже с партнерами проводила планерку, делилась, мне предложили участвовать экспертом. Вот как раз-таки идея была такая, что создается клиентский чат, он был назван «Ярмарка на диване». Я сегодня обязательно вам дам совет, как эти чаты должны называться. И смысл был такой, что каждый эксперт, у нас было 7 человек, приглашает, например, 10-15 потенциальных клиентов, а так как нас 7, то есть... сейчас связь наладилась. В любом случае, вы не переживайте, запись, она идёт, запись мы обработаем и скинем, и вы сможете это прослушать. Договорились? То есть я не буду перезаходить, иначе запись остановится и всё слетит. Всё, супер. Смотрите, как можно начать, в принципе, ну вот разговор с людьми, да, допустим, там, «Маша, привет», любое имя, вы это понимаете. Хотела сказать, что у меня есть клиентский чат, ну, понятно, что если вы мужчина, вы не пишете, что у меня есть девчатский клиентский чат, то есть здесь, ну, рассчитано, что в принципе это больше там занимаются представители женского пола, но не в обиду мужчинам, которые присутствуют сегодняшним, на сегодняшнем обучении, всё это корректируется, и вы, естественно, этот скрипт подрабатываете под себя. Смысл какой? Что вы оповещаете своим друзьям в соцсетях, что у вас есть вот некий такой клиентский чат, где вы рассказываете про всякие новинки, акции, делаете крутые розыгрыши, и что вы в своём городе продвигаете некий такой классный, интересный бренд, и хотите с этим брендом познакомить конкретного человека. Как ещё можно сказать, да, что, допустим, смотри, там, «Маша, привет! Я создала интересный чат в WhatsApp по экоподаме продукции», или, допустим, там, чат по красоте, чат, там, любите, по классному кофе, например, и так далее. «Я хочу пригласить тебя в него, буду рада видеть». Там я делюсь, опять же, своими отзывами, фишки мне, пишут клиенты отзывы, и так далее. «Я хочу видеть тебя в этом чате», и так далее. Тебе было бы интересно, и вот если человек говорит «да», вы этого человека добавляете. «Будьте сразу готовы», что человек может сказать «нет, мне это неинтересно». Так, ну, идею вы поняли, как сделать приглашение, да, в этот клиентский чат. Следующий момент. Добавляйте в свой чат только тех, кто согласился. Не забывайте писать спасибо, благодарность, да, тем, кто согласился. Приветствуйте в чате людей, и так далее. Заранее создайте чат, куда вы сразу будете, ну, по горячим следам добавлять людей. Лучше, если это будет какой-то один мессенджер, мессенджер, который вам более удобен, в котором вы больше разбираетесь, или, ну, рассчитывайте, ну, что те люди, которых вы хотите пригласить, они тоже пользуются тем мессенджером, да. Обязательно придумайте какое-то интересное, цепляющее название. Вот, опять же, тот чат, в котором участвовала я, он назывался «Ярмарка на диване». Согласитесь, достаточно интересно, да, это как-то звучит по-новому и так далее. То есть, это может быть там какой-то вип-клуб, вот как вот Артём, да, предложил там, вип-мужской клуб, да, тоже, в принципе, интересно, а что там в этом мужском клубе, а почему там только мужчины и так далее, да, или, допустим, самые обаятельные и привлекательные и так далее. Не должно быть никаких слов там «клиентский чат» или там «компания такая-то», это сразу люди воспринимают вас как сетевых зомби и уже сразу отметают возможность быть в этом чате. Сделайте красивый логотип, чтобы он привлекал внимание, да, это может быть какая-то красивая фотография. Когда вам дал человек согласие, вы сразу его приглашаете, приветствуете и так далее. И оповещаете, оповещаете, с какого числа у вас, допустим, начинается активная работа в этом чате, да. Дальше двигаемся. Если есть по ходу какие-то вопросы, пишите. Вот что не следует писать, да, не следует писать такие фразы типа «не понравится, можешь выйти» или «делать ничего тебе не нужно, только вот зайди ради Бога, пожалуйста». То есть не привлекайте внимание, что это нужно больше вам. Нужно это конкретно тому человеку, которому вы делаете предложение. Если вы видите, что ваше сообщение прочитано, но человек не ответил, не бойтесь делать повторное касание, потому что очень часто люди зашли, прочитали, забыли ответить, да. Сделайте еще одно касание. Допустим, вы же обращались к Маше, да, там, Мария, не игнорируй, пожалуйста. Если мое предложение не понравилось, просто, ну, ответь, я не обижусь. Или, там, Маша, понимаю, что ты, наверное, отвлеклась, как насчет нашего, там, вип-клуба, да. Вы уже придумали название вашему чару, то и так далее. И часто люди могут ответить, что, ой, прости, замоталась, забыла и так далее. Да, конечно, добавляй меня. Вот. Вот Артем Тимофеев к нам присоединился. Артем, привет. Проводил встречу того, двое духов взяли, вероятно, скоро регистрация. Супер, отличный результат для субботнего дня. Так, мы двигаемся дальше. Мы говорим про то, как людей вовлекать в процесс использования нашей продукции. И когда вы уже создали чат, когда вы туда уже добавили людей, вы пишете приглашение, да, вернее, приветствие, допустим, там, всем привет. Если у кого-то отдельный чат чисто по девочкам, вы можете написать девочке всем привет. Или вот как Артем решил создать чисто мужской клуб по интересам, вы пишете мужики, здорово, и так далее. То есть объясняете, да, что вы решили создать свой чат по продукту, потому что сами им пользуетесь, всем ассортиментом, в восторге от качества, много читали отзывов, там, полезности и так далее. И подумала, что мы все с вами, да, следим за собой, там, чистим зубы, стираем белье и так далее. И хотим всегда быть здоровыми, хорошо выглядеть и так далее. И объясняете, что вы будете делать, собственно, в этом чате, что вы будете выкладывать всякие полезности по продукту, потому что продукт очень достойным, который многие пользовались с удовольствием, который многие бы пользовались, но еще не знают об этом продукте. Объясняете, что качество продукции премиальное по очень доступным ценам, что есть интернет-магазин, и вы даете возможность присоединиться и стать участником, да, вот этой вот системы. Самое главное, здесь ничего не говорить о бизнесе. Точно так же, как не делать название, типа, там, продукция в мейл, то же самое мы с этими людьми не говорим в чате о бизнесе. Хотите сделать бизнес-предложение, назначаете встречу, общаетесь за чашкой кофе и делаете человеку предложение. С этим понятно, да? Очень классно люди реагируют на розыгрыши, акции, скидки. Это вы всегда можете делать, потому что те акции, которые устраивает компания, вам предлагается всегда бесплатная продукция, которую вы можете использовать для розыгрыша. Вот, кстати, опять же, выгода, да, выгода вас как предпринимателя. Вы сделали акцию, допустим, у вас был там заказ на два аромата, или вы взяли там один себе, один супругу, да, или супруги, получили бесплатный флакон. Разыграйте его, делайте маленькую приятность людям, они вовлекаются в этот процесс. То есть, смотрите, это очень выгодно, о чем я и говорила в самом начале. Не упускайте возможность использовать вот этот вот инструмент. Как часто следует выкладывать информацию вот в таких вот чатах? Как минимум через день, то есть три раза в неделю, даем информацию в чат о том или ином продукте. Я прям записывала видео про кофе, показывала пакетик, оторвала его в кадре. Это занимало буквально пять минут, но людям становилось интересно, что же такая за технология, и я сразу приглашала попить чашечку кофе. Здесь, кстати, очень много будет зависеть от того, насколько вы себя продадите как человека, как личность, как эксперта. Старайтесь писать своим языком, понятным лучше, если это будут видеоотзывы, и старайтесь дублировать текстом, потому что не все всегда могут просмотреть видеоформат, да, что стоит выкладывать в первую очередь, да, то есть то, что дает такой быстрый эффект, что не оставит неравнодушным никого. Например, показали результат с нашими грандами, как растворяются волосы там, или рыбная чешуя, все-таки сразу, ау, класс, что это? Как заваривается легко пакетик кофе, да, то есть то, что дает вот этот вот быстрый, ментальный эффект, эффект будем без видео. Договорились? Не видно? Ну, ничего страшного. Самое главное, слайды вы видите? Слайды присутствуют на экране? Да, все, отлично. Значит, смотрим слайды. В принципе, меня вы уже видели практически целый час. Смотрите, теперь мы двигаемся к тому, что как на первых порах оживить свой чат. Вот я, кстати, меня приглашали в различные клиентские чаты, и я видела, что есть прям чаты такие живые, где идет постоянно какое-то движение, обсуждение. Но у меня первое время так не получалось. И потом мне девушка, которая позвала экспертом, говорит, слушай, а почему у тебя нет в чате засланцев? Я говорю, в смысле, каких засланцев? Она говорит, ну, элементарных засланцев, твоих партнеров, которые задавали вопросы и оживляли чат. То есть смотрите, для чего это нужно. Это нужно с целью того, что многие люди, которые приняли приглашение быть в вашем чате, они присутствуют, но они боятся задать вопрос. Они думают, ага, вот я одна такая выскочка, сейчас начну задавать вопросы. А вопросы присутствуют. Например, вы рассказали о парфюмерии, а люди думают, ну-ну, поди какая-нибудь подделка. И вот как раз-таки вот такие засланцы, чайки, они задают вам вопросы. И, как правило, это вопрос-возражение, на которые вы можете дать экспертное мнение. И большинство людей, которые находятся в чате, они говорят, а, ну вот как раз это и есть. И был тот вопрос, который там задала такая-то, такая-то. Очень важно, чтобы это не был один и тот же человек, потому что это будет сразу наглядно понятно, что это вот конкретный человек, который реально засланец. Их должно быть от трёх до пяти человек. И, конечно, не должно быть общих знакомых, чтобы, ну, опять же, у людей не возникли вот такие вот сомнения. Итак, когда вы сняли возражение, дали своё адекватное ответ, ну, люди получили ответ, и дальше, в принципе, либо кто-то другие вопросы начинает задавать. То есть эти люди, они помогают вот, ну, расшевелить чат. Или кто-то уже говорит, ой, а я вот пользовалась, да, допустим, там, и начинает говорить о своём опыте применения. Это тоже очень классно. Вот, допустим, засланец, что он может написать, что я на самом деле давно присматриваюсь к вашему уходу за домом, хочу попробовать, но у меня вопрос, реально ли работают эти средства, да. И здесь вы можете уже дать полноценный ответ, там, а что такое эко-продукция, как она работает, какой вообще, в принципе, результат ожидаемый, да. Вот. Важный момент, то есть роль засланца не делать у вас, не писать конкретный заказ, да. То есть люди тоже будут воспринимать информацию, что вот вас сюда пригласили, что-то от вас чего-то хотят. Вот. А именно ответы на вопросы. То есть должны быть такие вопросы, тире-возражения, которые позволят вам дать экспертную оценку вот на... Вспомните, какие вы вопросы задавали людям, которые вас знакомили с продукцией Армей. Вот у меня, честно, был такой раз, два, три, четыре, пять. Меня видно, вернее, не видно, слышно или я зависла. Но в любом случае, да, слышно, всё отлично. Возможно, у кого-то, да, тоже с интернетом не всегда устойчивая связь. В любом случае запись идёт, и записью я, как уже сказала, я поделюсь. Так, следующий пример. Вознаграждайте людей всегда подарками. То есть про розыгрыш мы уже с вами проговорили. Очень классно люди реагируют на подарки. То есть если, допустим, человек приводит в ваш клиентский чат каких-то своих знакомых, вы тоже можете, ну, мотивировать это человека в виде подарков, в виде продукции, да. Это может быть также и кофе, и какие-то отдельные там наши сыворотки и так далее. Я провожу бесплатные розыгрыши за отзывы. Да, отлично работает. За отзывы, за приглашения, да, это всё работает. Очень классно, что, видите, у вас уже есть вот опыт в работе в таком формате. Совершенно верно. Подарки абсолютно любят все. Это стопроцентно. Можно выделять отдельно именинников, да, в день рождения делать скидку, да, определенную. По итогам, допустим, вот у нас было как по итогам ярмарки на диване, каждый эксперт, он проводил розыгрыш и дарил какой-то подарок. Либо скидку, либо там какой-то продукт. Вот. Это всё тоже очень классно работает. Дальше. Так, дальше. Если вы делаете розыгрыш, важно, да, объявить день, когда это будет. Делайте объявление, например, «Доброе утро всем! У меня там классное настроение, я хочу этим настроением поделиться с вами». И вот решила подарить вам подарок, поэтому объявляю розыгрыш. Условия такие-то. Определяете условия, прописываете, что человек должен сделать, объявляете дату розыгрыша и непосредственно проводите сам розыгрыш. То есть люди должны быть на информационной волне. Тоже такой важный момент, имейте в виду, что даже если человек сначала согласился, чтобы его добавили в чат, он может в любое время выйти. То есть относитесь к этому адекватно. Это право человека. Он, в принципе, не обязан находиться в чате. Да, возможно, ему стало неинтересно. Может быть, его отвлекает много сообщений и так далее. То есть будьте к этому готовы, но всегда здорово в личном сообщении выявить причину. Это в первую очередь нужно вам для приобретения вашего опыта. Двигаемся дальше. Это вот блок, который касается работы клиентских чатов. И всегда введите информацию о клиенте. То есть хорошо, если у вас будет какая-то отдельная тетрадка, где вы будете писать информацию, что за клиент, какого числа он купил, что купил. Потому что вы всегда понимаете, допустим, если он взял кофе, то на следующий месяц наверняка вы можете сделать предложение человеку о новой покупке, потому что понятно, что кофе закончится. Если человек купил аромат, следует через 3-6 месяцев сделать повторное касание и так далее. Если он купил гранулы, вы тоже понимаете, что это продукт, который в принципе нужен ежемесячно и так далее. То есть такая внутренняя работа с каждым человеком дает вам прирост всегда стабильного личного товарного оборота в виде вот таких вот продаж. Я тоже как-то отдельно давала тему именно по продажам и работе с клиентами. И вот такие вот маленькие фишечки я вот объединила вот в эти сегодняшние слайды. Поэтому можете сфотографировать и потом это применить. Очень важно через несколько дней после продажи сделать касание. Здесь есть такое правило 2 плюс 2 плюс 2. Первое касание 2 месяца, второе 2 недели и третье через 2 месяца. Как правило, через 2 дня человек попробовал продукт, он получил эмоцию. И это самое время предложить человеку написать отзыв. Вот, тоже фотографируйте слайд, я уже буду убыстряться, потому что еще мы не затронули темы работы по бартеру, а это очень актуально на сегодняшний день. Помните о том, что 100 баллов это как минимум выгодно потому, что вам возвращается кэшбэк в виде 10%. И если у вас в сети много клиентов, которые делают по 100 баллов, соответственно, эти люди тоже получают денежку. И это дополнительная мотивация всегда делать хороший личный товарный оборот. Итак, дайте, пожалуйста, обратную связь. Вы еще со мной. Вот кто-то написал, что уже все не может находиться, потому что, да, час уже прошел, но мне буквально нужно еще 10 минут, чтобы дать вам ту тему, углубиться в теме работы по бартеру, что в четверг на брифинге затронул Артем. И я прям вот хотела дать вам несколько конкретных фраз из личного опыта. Все, я буду до конца, я здесь, я тоже здесь. Отлично, супер. Тогда двигаемся дальше. Теперь касательно бартера. Бартер или по-другому – это взаимовыгодное сотрудничество со сферой услуг. Согласитесь, что сегодня у нас у каждого есть с вами личный мастер по маникюру, парикмахер и так далее. Так вот, вопрос. Либо вы ходите на процедуры и платите денежки, либо вы, как предприниматель, переводите грамотно правильного этого человека и работаете по бартеру. Что это вам дает? В первую очередь, это экономия вашего бюджета. Представляете, вы заплатили за какую-то услугу, ну, например, там полторы тысячи рублей. Я не знаю, сделали стрижку в крутом салоне или, там, не знаю, маникюр сделали. Эта услуга стоит, возьмем, допустим, полторы тысячи рублей. И вы рассчитываетесь с человеком в виде аромата. Но вам-то этот аромат достался за, там, 900-1000 рублей. То есть, как минимум, вы 500-600 рублей экономите. Круто это? Да, конечно, круто. Смотрите, вы экономите, а тот человек получает классный продукт и становится вашим клиентом, лояльным клиентом. Следующий момент. Таким образом вы увеличиваете свой личностный товарный оборот. Плюсом вы еще зарабатываете кэшбэк. И это вдвойне круто. Плюс ваш личный товарный оборот растет. Либо вы пошли, заплатили полторы тысячи, потратили деньги из собственного бюджета, либо отдали парфюм и в копилку кинули как минимум 7 баллов личного товарного оборота. А теперь представьте, что это же самое делают еще и ваши партнеры. Насколько может возрасти ваш групповой товарный оборот. Представляете? Плюс у вас появляются новые довольные клиенты, а значит вы масштабируете свой бизнес. Плюс, смотрите, вы можете расплатиться за какую-то услугу, например, которая вам понадобилась раз в год. Возможно, вы сделали фотосессию семейную в честь Нового года. К примеру, понятно, что вы в декабре сделали фотосессию, в январе вам фотосессия не нужна. Но вы рассчитались с человеком кофе, и на следующий месяц кофе-то человеку будет нужен. Он кофеман, он кофе любит. Соответственно, он на следующий месяц уже обращается к вам, как ваш клиент. Круто? Да, вообще замечательно. А всего лишь что? Всего лишь вы предложили поработать с человеком по бартеру. Какие выгоды? Выгоды и плюсов. У вас появляется еще большая убежденность в продукте, потому что если растет число ваших довольных клиентов, поверьте, у вас за спиной появляются крылья. Вы научились делать это сами, да? То есть вы научились делать предложение человеку, научились создавать таким образом свой личный товар наоборот, и значит, вы можете научить этому партнеру. То есть бизнес растет тогда, когда он дублицируется. Помните, да, основное это правило. И каждый новый партнер, представьте, что переводит свою сферу услуг на бартер, а это плюсом 30-70 баллов в копилку личного товарного оборота. Представьте, если у вас 100 таких партнеров, да, уже 7000 баллов, а это уже директорская квалификация. Плюс это еще и взаимопиар. То есть всегда людей, которые работают в бьюти-сфере или там те же фотографы, не знаю, тортики на заказ, букеты съедобные и так далее, они всегда охотно идут на вот такой взаимопиар. Соответственно, о вас тоже же узнает большее количество людей посредством привлечения одного какого-то эксперта. Правильно? Это классно. Это очень хороший способ расширить вашу клиентскую базу. Ну и теперь у вас, наверное, возник вопрос, а кому же можно предложить, да? Я очень люблю бьюти-индустрию. Она мне близка, ну, в первую очередь, потому что я девочка, да, я крашусь, я делаю также маникюр, педикюр и различные вещи. Не будем продлевать этот список. Плюс я развивалась в бьюти-сфере как визажист. Мне всегда вот эта бьюти-индустрия интересна тем, что здесь работают люди с предпринимательским мышлением, они работают со своими клиентскими базами. И если грамотно сделать предложение, вы можете одной встречей расширить свой бизнес очень-очень-очень сильно. Так вот, вы просто поставьте себе цель перевести свою бьюти-сферу на бартер и предложите продукцию бренда «Армэ». И теперь наверняка у вас возникает желание, а как, вернее вопрос, а как, как мне предложить? У кого возникает такой вопрос? Как предложить человеку заплатить ему не деньгами, а по бартеру? Есть такие люди? Поставьте семерки в чате. Кто, у кого возник сейчас такой вопрос? Так, Екатерина, Марина. Ага, супер, все. Раскрываю вам тайну. Барабанная дробь. Итак, берите, владейте этим скриптом предложений по бартеру. Первое, что вы делаете, вы звоните или пишете своему мастеру. Накануне процедуры и говорите, там, слушай, Марин, ты же знаешь, что я развиваю бренд «Армэ» в нашем городе? Как ты смотришь на взаимный бартер? Мы можем быть друг другу полезны и выгодны, как по части оплаты услуг, так и взаимная реклама. И тут вы либо получаете согласие, человек спрашивает, а что ты можешь предложить? И вы рассказываете, что вы можете предложить. Либо он может сказать вам «нет», мне это неинтересно. Такое тоже может быть. Есть люди, которые реально хотят за свои услуги получать деньги. Это абсолютно нормально. Но если вам сказали «нет», вы не расстраиваетесь, вы просто понимаете, что вам нужно отработать статистику и найти того, кому это будет интересно. То есть вам нужно поработать с бьюти-мастерами, ну, так скажем, по холодному рынку. И вот здесь встречайте следующий скрипт, как раз-таки, как найти мастера, которому будет это интересно. Что вы делаете? Вы заходите в любую соцсеть, в которой есть сами. Это может быть там «Одноклассники», «Вконтакте», либо «Инстаграм». И в поисковике вводите, например, ну, как я делаю, да, там «Косметолог Оренбург» или «Маникюр Оренбург», «Прически Оренбург». Вы то же самое делаете там в своих городах. И пишите, например, вы отобрали там 30 человек, и всем этим 30 человеком вы пишете предложение. «Добрый день, меня зовут Олеся, буду рада знакомству. Увидела вас по локации. Я правильно понимаю, что вы занимаетесь косметологией в городе Оренбург?» Я так поначалу, когда искала партнёров, я находила человека, например, в городе таком-то и писала там «Здравствуйте, Мария». Вижу, вы живёте в Москве правильно, вы там не поменяли место жительства. То есть вы должны задать любой вопрос, который требует от вас ответа. И вот если человек отвечает, значит, он открыт к общению, и у вас дальше может быть диалог. Не нужно писать сразу петиции всё подряд, потому что это будет восприниматься как спам. Как правило, такие люди, они очень открыты к общению. И, например, ну, они пишут «Да, там, занимаюсь, а что вы хотели?» И вот здесь вы уже делаете своё предложение. Вы пишите, например, «Мария, как вы относитесь к Барту?» Дело в том, что я развиваю бренд «Армель». Можете здесь сделать уточняющий вопрос, например, что-нибудь слышали о таком бренде в нашем регионе, и мы можем быть друг другу полезными или взаимовыгодными. Употребляйте любые слова, которые вам интересны. Я сейчас на самом деле нахожусь в поиске косметолога, с кем бы, ну, ежемесячно сотрудничала на постоянной основе. Всё, и ждёте, что вам человек скажет. Вот, Артём, на самом деле, да, этих людей очень много в сфере индустрии. Вот кого не возьми, косметологи, визажисты, стилисты, бровисты, татуаж, ну, очень много, да, очень много направлений, поэтому здесь вот поле непаханное. Выделили людей конкретно, да, кто чем занимается, сделали предложение, ждёте ответ. И здесь, опять же, срабатывает статистика. Из 100 человек 80 скажут, мне неинтересно, а 20% скажут, да, а что вы хотите предложить. Всё. И вы просто с этими людьми начинаете работать. Поверь, Артём, мы когда с супругом просчитали, что если нам давать всем информацию в городе, вот взять, что вот мы такие монополисты, нам нужно 10 лет, чтобы каждый день делать по 10-15 контактов. Поэтому я очень была бы рада, если бы мои партнёры проделали часть работы за меня. Поэтому просто ищите активных партнёров, которые тоже будут предлагать бартер, знакомить с продукцией, и вы увидите, что ваш бизнес, ну, просто пойдёт в геометрической прогрессии расти. Вот. Согласитесь, что вот то, что сейчас я вам сказала, взять клиентский чат, взять скрипты приглашений там бьюти-мастеров. Согласитесь, что это очень просто. Вот кто сейчас проникся идеей, что это суперидея, что это просто, и это можно делать в день, ну, как минимум 10 таких контактов можно каждый день писать в интернете. Согласны, что можно это делать? И пока вы пишете, я хочу вам донести ещё такую основную мысль, что первое, что вам нужно понимать, что бартер – это вообще реально круто. Вот Артём написал, что это реально крутая тема. И это норма. Не нужно бояться сделать предложение человеку, что вы там что-то навязываете. Вы же предприниматель, у вас свой собственный магазин, да? И ваша задача – просто найти тех, кому это актуально, кого вы переведёте. И вам это тоже выгодно. То есть вы отдаёте продуктам и взамен получаете либо услугу, либо товар. Артём приводил прекрасные примеры, когда он покупал таким способом вещи для ребёнка и для супруги. Круто? Ну, конечно, круто. И его товарооборот растёт. И супруга довольная, что у неё есть обновка. Вот. И очередной мой совет от меня – не ограничивайте себя только бьюти-сферой. Вы просто подумайте, что вы в течение жизни, да, заказываете, какие услуги получаете. Тортики на день рождения заказываем. Брюки там подшиваем, да. У каждого есть там, не знаю, личный стоматолог, личный гинеколог и так далее. Вы любому человеку можете предложить бартер. И даже можно работать по бартеру с сетевиками. То есть это первый шаг, допустим, с другим человеком законтачиться, который развивает, допустим, другой бренд. Ведь есть продукция, которая, допустим, есть у нас, но нет в другой компании. И то, чем вы, например, вы пользовались в другой компании. Вот сегодня пример. Нам в Amway очень нравятся такие, знаете, металлические губки. Они реально крутые, но они у нас закончились, и мы на дачу купили такую обычную в магазине. И сегодня муж берёт и говорит, слушай, надо заказать Amway-скую, потому что это, во-первых, через месяц она стала ржавой, от ржавчины пошли потёки вот в этой подставочке. Ей совершенно неприятно пользоваться. Ей уже там не почистишь какую-нибудь морковку и так далее. И я согласна, что я хочу эти губки. Всё. Сегодня я по бартеру буду предлагать, кто захочет эти губки поменять, например, на упаковку кофе, к примеру. Вот. Опять же пример. Благодаря тортикам у Янины появилась Надежда Сосолятина. Вот. Да. Очень много предпринимателей, которым интересен армель или как продукт, или как бизнес. Абсолютно согласна. Кроме того, в кругу предпринимателей сейчас очень модно, ну, как бы использовать вот этот бартер, то есть услуга за услугу, да, либо продукт на продукт. То есть это нормально, это не стыдно. Это вы должны уяснить. Ну что, я выдыхаю и могу вам сказать, просто начните и посмотрите на результат. Не думайте, что ой, а кто согласится, ой, а получится ли. Просто начните и посмотрите на свой результат и обязательно через, не знаю, неделю-две поделитесь с вашим наставником. И если вы напишите мне, даже в личное сообщение, что «А я попробовала, и вот что получилось», я буду вам безумно благодарна. Вот. Спасибо вам всем, кто дошёл с нами до конца. Практически час двадцать, да, вот. Получилась школа. Понимаю, что затянуто, но анализируя, вот что я вам могла не сказать. Вот согласитесь, что всё было важно. Вот. Спасибо вам за ваши тёплые слова. Приятно читать, что это было мощно, полезно. Вот. Я от вас прямо вот сейчас заряжаюсь. Вот. Сегодня сама сделаю несколько предложений по бартеру. И что, хочу пожелать вам отличного завершения месяца. У нас с вами есть ещё как минимум десять дней. Давайте проведём это в таком командном, захватывающем, авральном темпе, чтобы, глядя на нас, у людей загорались глаза. Больших вам чеков, больших структур. И, конечно же, хорошего субботнего вечера. Всё. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok